Пока стороны ломают копии вокруг инцидента с подрывом патруля ОБСЕ, пророссийски настроенные боевики продолжают нарушать режим тишины. За сутки наемники совершили 9 обстрелов опорных пунктов ВСУ. Бьют из минометов и крупнокалиберного оружия. По-прежнему напряженной остается ситуация на Донецком направлении. Все подробности узнаем от нашего военкора Ирины Баглай. Очередной минометный обстрел, кажется, в песках, разбитых огнем боевиков, за три года уже не осталось мест для укрытия. Стрельба нарушает тишину и днем. И для передвижения по селу на передовой позиции нет лучшего транспорта, чем бронированный хаммер десанта. Мы находимся в капсуле, полностью броневанный. В 2016 году выпадал, что боковое стекло 12,7 попадания и вытримало. Усталки всех видов устремляют. Да и в управлении прост, хвастается своей боевой машиной Павел. Туда автомат, все просто, газ и тормоз. Это вина. Это винаши. Ну, в плане, по той позиции. С таких одиночных выстрелов и начинается атака украинских позиций боевиками. Самый крупный калибр, который использует враг в последние дни, 82-миллиметровые мины. Но десантники продолжают держать под пристальным вниманием и огневые точки противника, откуда их позицию разбивали боевики 125-миллиметром в конце зимы. В разбитом танком здании на нулевой позиции точно не ожидаешь увидеть вполне приличный тренажерный зал. Здесь самое необходимое. Штанга, гиря, даже скакалка. Вопреки обстрелам, десантники находят время для тренировок. Говорят, таким образом морально разгружаются. Под конец традиционные десантные 33 отжимания за ВДВ и назад на позиции.